Доброе утро, уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу поблагодарить за предоставленную возможность выступить и начать эту конференцию. Для меня, в общем-то, это первый опыт участия в подобных конференциях. Тема доклада будет посвящена малоинвазивным хирургическим технологиям в практике таракальной онкологии. Безусловно, то, о чем я буду говорить, мы выполняем в условиях стационара, но вот в продолжение слов Алексея Михайловича хочется добавить, что как раз то, о чем я буду говорить, потенциально может быть передано на амбулаторное звено. Почему? Потому что это процедуры, которые, несмотря на необходимость использования какого-то анестезиологического пособия, в общем-то, позволяют за счет своей малой травматичности достаточно быстро отпускать пациента на амбулаторный этап и, в общем-то, не требуют пребывания длительного пациента в условиях стационара. Прежде чем перейти к сути доклада, хотел бы, в общем, выразить свое восхищение креативностью организаторов. Почему? Потому что вот эта вот картинка как нельзя лучше отражает вообще парадигму создания нашего отделения малоинвазивной хирургии на базе клинической больницы номер 2. Почему? Потому что одной из парадигмой создания этого отделения была борьба за качество жизни онкологических пациентов. Поэтому вообще это просто супер, мое восхищение и поздравление такой находкой. В общем, куда это надо направлять, чтобы оно щелкалось? Вот. Говоря про, опять же, наше отделение, хочется сказать, что в нашем отделении еще реализуется парадигма развития нового такого направления медицинского, которое достаточно широко сейчас представлено в Америке и Европе. Это интервенционная респираторная медицина, новая специальность, интервенционный пульмонолог по аналогии с когда-то возникшей специальностью интервенционного кардиолога. То есть это специальность, объединяющая в себе навыки таракальной хирургии, пульмонологии, онкологии и эндоскопии. Соответственно, в нашем отделении как раз работают сотрудники, имеющиеся сертификаты по таракальной хирургии, онкологии, эндоскопии и имеющие опыт работы с пульмонологическими пациентами. Я буду говорить по поводу следующих направлений малоинвазивных технологий в таракальной онкологии. Первое направление – это борьба за качество жизни. В первую очередь, касающиеся дыхания онкологических пациентов, это стентирование и реконализация дыхательных путей. Также к этому можно отнести стентирование и реконализация регистральных сосудов, в первую очередь, верхней половой вены, но это как бы не моя отрасль, это отрасль как раз интервенционных кардиологов, рентген-эндовоскулярных хирургов. Также это лечение метастатических пульмонологических, которые достаточно часто осложняют жизнь онкологических пациентов путем плевродеза. И в качестве улучшения качества жизни это функционная гастростамия, как коррекция интуитивных расстройств онкологических пациентов. И качество лечения пациентов онкологических, связанное с адекватной верификацией заболеваний путем биопсии, биопсии медицинальных лимфоузлов, про биопсию легких и образований расположенных грудной клетки под УЗИ и КТ-навигацией. Я говорить не буду, почему? Потому что это достаточно долго существует и говорить об этом не приходится. Буду говорить о криобиопсии легких, как в достаточно новом методе. И также не буду говорить про торкоскопическую хирургию в контексте такой, скажем, условно большой хирургии, как этап комплексного лечения онкологических пациентов. Итак, первый аспект касается верификации заболеваний. В первую очередь это N-стодирование рака легких. В данном случае золотым стандартом в N-стодировании рака легких является эндоскопическая технология трансбронхиальной пункционной биопсии под УЗИ-навигацией. Технология простая, в общем-то, но достаточно дорогая. Из особенностей этой процедуры нужно сказать, что доступны для пункции почти все группы лимфатических узлов, в том числе лимфатические узлы, расположенные в корне и в глубине легкого. Однако, из-за недостатков нужно отметить, что это достаточно дорогая процедура и получаем материал преимущественно цитологический, в связи с чем есть ограничения в плане его дальнейшего исследования, иммуногистохимических исследований или генетических исследований, получаемого опухолем материала. А видео само запустится? Ага, так вот, к сожалению. Окей. Другая технология, которая позволяет получить материал из медиастинальных лимфатических узлов, это видеомедиастиноскопия. Технология, в общем, достаточно давно существующая, однако, как-то незаконно забытая на территории Российской Федерации. Технология позволяет получить больший материал медиастинальных лимфатических узлов, поэтому может быть более эффективно использована для первичной верификации заболевания. Вот, в частности, представлен клинический случай наблюдения пациента, у которого имелось образование в легких с поражением лимфатических узлов и вторичным поражением кости и скелета. Пациенту была выполнена бронхоскопия с попыткой верификации диагноза неуспешна, попытка эндосонографии с функционной биопсией образования лимфатических узлов неуспешна, и только путем видеомедиастиноскопии удалось получить достаточное количество материала для того, чтобы его провести по полному циклу морфологического исследования, в том числе с молекулярно-генетическим исследованием и назначить адекватную химиотерапию. Таким образом, медиастиноскопия, учитывая ее меньшую стоимость и малоинвазивность, так как, в принципе, эту процедуру можно выполнять пациентом высокого риска, пациент не нуждается в длительном пребывании в стационаре, так как после этой процедуры не требуется дренирование, в принципе, пациенты могут быть выписаны либо на следующий день, либо даже вечером в этот день, если операция выполняется в первой половине дня. В плане коррекции нутритивного статуса онкологических пациентов. Понятное дело, что у пациентов с нарушением питания в случае онкологии области головы, шеи или онкологические заболевания пищевода, то выполнение гастростомии единственная возможность. Однако в настоящий момент существуют пункционные гастростомы, в том числе низкопрофильные пункционные гастростомы, вот как представлен на этом слайде, которые позволяют не только, скажем так, как альтернатива обеспечить пациента питанием, но и позволяют проводить ночную гиперэлементацию и коррекцию нутритивной недостаточности у пациентов с так называемым синдромом анорексии и кахексии онкологических больных. Этот метод позволяет не только, скажем так, восстанавливать вес пациента, но и обеспечить его адекватным калоражем питания. А низкопрофильные гастростомы никоим образом не влияют на качество жизни пациентов, с ними пациенты могут ходить как в бассейн, так и, в общем-то, никак не менять привычный образ жизни, работать и использовать ее только по необходимости в ночное время. Ригидная бронхоскопия. Метод, в общем, тоже достаточно давно существующий, позволяет осуществлять не только реканализацию дыхательных путей и стентирования с использованием всего арсенала доступных стентов, силиконовых и металлических, но также позволяет проводить более адекватную биопсию. Опухоли расположены преимущественно перебронхиально, также, в принципе, является инструментом, некогда появившимся еще до развития эндобронхиального ультразвука, доступной для трансбронхиальной пункционной биопсии. В принципе, технология, несмотря на ее кажущуюся травматичность достаточно проста и удобно, и может быть также выполнена пациентом на амбулаторном этапе. Криобиопсия легких. В настоящий момент криобиопсия легких является золотым стандартом верификации интерсициальных заболеваний легких, так как она, вот здесь на слайде представлено сравнение материала, получаемого при обычной биопсии фарцептом и криобиопсии. То есть, таким образом, получаем больше фрагмент материала с сохранностью морфологической структуры получаемого биоптата. В принципе, этот метод может быть использован точно так же в онкологии для биопсии периферических образований под КТ-навигацией и может быть использован как альтернатива при отсутствии ригидной бронхоскопии для реканализации дыхательных путей трахеи и бронхов при наличии больших опухолей. Однопрокольная торакоскопия метод лечения пациентов с метастатическими поливритами, которые достаточно часто осложняют не только рак легких, но и онкологические заболевания любых других локализаций. Технология однопрокольной торакоскопии совсем не та торакоскопия в традиционном плане. В данном случае анестезиологическое пособие заключается в внутривенной тотальной анестезии, то есть, пациент дышит самостоятельно. Процедура выполняется через небольшой прокол с использованием инструментов, общий диаметр которых не превышает 5 мм. И в принципе для лечения метастатического плеврита до этого были доступны методы плевректомии или интерплеврального введения химиопрепаратов, которые в общем-то сопряжены с рядом осложнений. В данном случае процедура достаточно простая. Используется тальк стерильный, который с эффективностью 60-90% позволяет пациентам полностью избавиться от метастатического поражения, ну в смысле от повторных рецидивирующих метастатических плевритов. Кроме своей лечебной опции данная технология позволяет в принципе осуществлять диагностику путем биопсии плевры и никаких-то небольших образований расположенных на легких. Является золотым стандартом при диагностике пациентов с подозрениями на мезотелиом. Также может быть применяться у пациентов в общем-то высокого риска, так как анестезиологические риски минимальны. Альтернативой однопрокольной торакоскопии является установка перманентных дренажей туннелированных плевральных катетеров. Фактически это обычный торакальный дренаж, который для того, чтобы можно было использовать длительное время, проводится подкожей в тоннеле для профилактики восходящей инфекции. В соответствии с рекомендациями в общем-то существует два метода лечения пациентов с метастатическим поражением плевры. Это плевродез с использованием талька, который является вариантом выбора. Если пациенты крайне тяжелые и ожидаем продолжительность жизни не превышает двух недель месяца, то вариантом выбора является использование туннелированных плевральных дренажей. Точно такая же технология может быть использована у пациентов с рецидивирующими метастатическими асцитами точно так же эффективно, то есть процедура может выполняться как амбулаторно, даже фактически на дому, и пациент не нуждается в пребывании в стационаре для эвакуации жидкости, то есть данные системы позволяют пациенту осуществлять уход за ними самостоятельно или с помощью родственников. Спасибо за внимание, если есть вопросы, я на них отвечу.